Итак, в эфире программа «Докторский совет». Для тех, кто уже знает полезные свойства соды и пользуется ими, мы даем несколько лайфхаков, наверняка им известных уже любителям этого прекрасного продукта. Во-первых, для того, чтобы хорошо выглядеть, новогоднюю ночь, и самое главное, после новогодней ночи, естественно, человек немножко оттекает в связи, что он ел соленую пищу, пил алкоголь и так далее. Открою вам страшную тайну, в результате вот этих всех неприятных воздействий и употребления неприятных продуктов в организме накапливаются недокисленные все вещи, которые сопровождаются повышением, то есть, короче говоря, закисляется лимфа, поэтому происходит вот этот отек. Мы знаем, что сода является главным нейтрализатором, то есть, если мы в раствор соды поместим кислоту уксусную или лимонную и все остальное, то произойдет просто реакция нейтрализации, то есть, сода уничтожит вот эту излишнюю кислотность. То же самое происходит с организмом. То есть, если у нас отеки на лице, мы делаем обычную содовую маску, то есть, берем столовую ложку соды, растворяем ее в стакане теплой воды, она не должна быть горячей, она должна быть теплой, чтобы сода хорошо растворилась. Раствор должен быть прозрачный. В этом растворе мы мочим тряпку, либо это полотенце, либо четырехслойную марлю и накладываем на лицо. Внимание, что вода не должна быть очень горячей, чтобы не вызвать ожог. То есть, она должна быть порядка 37-38 градусов, но не больше, то есть, до 40. Вот, кто беспокоится о своей красоте, то есть, может предварительно сделать измерение термометром, но только не ртутным, а обычным для измерения воды, но он, как правило, спиртовой. Так, и после этого, то есть, вы ложитесь и накладываете маску на лицо. Маску на лицо нужно оставлять в течение 20 минут. После этого аккуратненько масочку снимаем и смываем все прохладной водой. После этого можно нанести любой увлажняющий крем. Результат будет сразу, что называется, на лице. Можете посмотреть в зеркало, и вы увидите, как буквально на глазах, то есть, вот эта отечность, то, что была, она у вас моментально все сойдет. Вот, повторяю, этим способом можно пользоваться как перед ногой, так и после, и во время, и так далее. Кому как нравится, ребята, пожалуйста, пользуйтесь, только будьте очень осторожны. То есть, напоминаю, что вода не должна быть очень горячей, и раствор не должен быть очень крепким. Напоминаю, то есть, столовая ложка на стакан теплой воды. А также можно принять ванну с содой, и помимо удовольствия и расслабления, которые вы всегда испытываете в ванне, у вас будет минус 2-3 килограмма. Напоминаю, концентрация, чтобы сделать ванну для всего тела, нужно взять пачку, да, там примерно полкило соды, предварительно растворить ее в теплой воде, и этот раствор же желательно выливать в ванну, потому что если вы просто в соду вот эту вот насыпите в ванну, очень сложно ее будет перемешать, растворить. То есть, кристаллы, да, вот эти кристаллы, они будут там царапать вам кожу, и будет не совсем приятно. Поэтому лучше заранее приготовить, взять в тазик небольшой, так, и налить горячей воды, и там же растворить вот эти вот полкило соды. И после уже вводить прям раствор вам. И полкило соли можно туда добавить. И еще можно добавить. Почему? То есть, у нас сода выпускается где-то полкило, да, упаковка, а соль у нас выпускается обычный килограмм. То есть, берете самую дешевую, вот прям самую-самую, обычную, не надо. Каменную. 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 Любую, любую, прям самую дешевую, и туда же высыпаете. То есть, можно сделать, приготовить предварительно раствор, растворить все это в воде, и уже раствор теплый влить в ванну. Температура воды должна быть порядка, там, 37-38 градусов. В ванне нужно находиться примерно минут 20-30, если вы хорошо себя чувствуете. Желательно не мочить область сердца, то есть, все-таки, находиться чуть-чуть выше, да, чтобы не мочить лицо и не мочить сердце. Но, кстати, можно сделать, намочить губку, например, да, и вот этим раствором, то есть, слегка прикладывать на лицо и на шею, то есть, тогда будет эффект. Но ни в коем случае не погружаться вместе с лицом и с головой. Так, после этого, то есть, вы воду сливаете и принимаете обычный теплый душ, то есть, смываете вот этот лишний раствор, и после этого вы ставите на весы и увидите результат. Кроме того, это очень хорошо действует на коже, то есть, уменьшается вот этот подкожный жир, уменьшается отечность, вы будете выглядеть всегда прекрасно и хорошо. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!